В республике впору создавать новый кластер производителей дверей. Количество предприятий, работающих в этой сфере, с каждым годом растет. Среди лидеров отрасли – Цивильский завод. Чаще всего такие двери производят и сосны, и березы. На заводе деревянные доски обрабатывают специальным влагостойким составом. Брусья между собой крепят монтажной пеной, шпоном и фанерой. На двери уже после глубокой фрезеровки наносят специальную пленку из пластика. Цветовых оттенков более 80 для офисов и квартир. Каждая модель – работа целой команды дизайнеров. Был бы спрос о предложении масса. Теорию легендарного экономиста 20 века Джона Мэнерда Кейнса сегодня продолжают доказывать и производители дверей. Для большинства заказчиков на первый план выходит оригинальный дизайн. Рисуют на дереве роботы. С этой работой специальные машины справляются за считанные минуты. А вот такие двери были произведены для кадетского корпуса имени Кочетова. Среди постоянных заказчиков завода – гостиницы, больницы и школы. Также, говорится, есть определенная гордость. Это для цивильской школы, которая новая школа в этом году запущена, тоже оснащена нашими дверями. Основные наши покупатели – это физические лица, которые, говорится, покупают, строят дома, коттеджи, которые ремонтируют квартиры. Наши двери – это основном щитовые. Она, говорится, технология, говорится, не такая уж слишком сложная, но и непростая. Это искусственным покрытием, ПВХ-покрытие. Для того, чтобы производить такие, говорится, двери, цветовая гамма у нас около 80 видов. И мы можем делать двери, говорится, разные, говорится, ну, как мы говорим в процессе, это по эскизам. То есть мы можем, говорится, на это полотно нанести любой, говорится, рисунок, нарисовать. Станками ЧПО, ну, и также, говорится, можем, говорится, ставить, если надо ставить со стеклом, то делаем, ставить любое стекло. География поставок завода продолжает расти. Часто поступают заказы из других регионов. Продукция у нас руководится в таких городах, как Москва, Питер, Краснодарский край, Татарея, Чебоксарах и так далее. Предприятие было открыто моим младшим братом Борисом Дмитриевичем, и потом объединили общие усилия. Ну, можно сказать, это называется у нас семейный бизнес, который, мы, говорится, и сыновья вместе с нами работают. Мы производим, уже, говорится, достаточно и выполняем определенные, говорится, код заказа. Власть очень охотно идет на диалог, слушает, уже, говорится, проблемы бизнеса общества. Человек с нуля с идеи на ровной земельной площадке сделал производство, где сегодня живет дух рабочего человека. Люди работают, получают зарплату. Из старой цеха побелили, почистили, отремонтировали. Рядом выстроили новые, то есть развиваются, смотрят в будущее. Налоговые льготы, кредиты с пониженной ставкой, субсидии из бюджета – все это инструменты развития бизнеса. Для инвесторов в республике продолжают создавать благоприятный климат. Пять лет подряд мы входим в число лучших регионов Российской Федерации, которые озвучиваются ежегодно на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это говорит о чем? Это говорит о том, что органы власти создают условия для комфортного ведения бизнеса. Это во-первых. Во-вторых, создается соответствующая инфраструктура, как в городе, так и в сельской местности. Это принцип одного окна, мои документы, включая государственную поддержку. У нас все расчеты есть, в перспективе привлекая инвестиции. Мы инвестиции в основной капитал доведем не менее чем 60 миллиардов рублей, которые будут позволять создавать высокотехнологичное производство. От производителей, которые получили господдержку, власти республики ожидают отдачи. В ближайшие годы, благодаря принятым мерам в реальном секторе экономики, должен вырасти уровень заработной платы. Когда эти проекты будут развиваться, реализовываться за счет поддержки бюджета, я не делю там федеральный бюджет, региональный бюджет или муниципальный бюджет, то ставим задачу на второй или на третий год реализации любого проекта, чтобы уровень зарплаты рабочих был не ниже полтора раза, чем в среднем по республике. Возьмем, допустим, 30 тысяч рублей, чтобы на второй, третий год реализации проекта средний уровень зарплаты у рабочих был не менее 45 тысяч рублей. Среди точек роста республики – индустриальные парки. Инфраструктуру для бизнеса создают и в Канаше. Здесь к площадкам резидентов подводят инженерные сети. Среди инвесторов муниципалитета – производители холодильных камер. Команда была большая и очень сильно помогали и чиновники местные, и чиновники республиканские. Очень хорошо поработали. Прям команда у нас была действительно большая и сложная. Мы со своей стороны свои обещания выполнили. По объектам инфраструктуры все практически построено, все введено. Остается только достроить отчистные сооружения. По договоренности с Фондом развития моногородов мы решили его в втором или третьем квартале следующего года вводить, потому что зимой невозможно это строить. В принципе, если взять, за последние три года, если посмотреть, какие финансы выделены, один миллиард четыреста пятнадцать миллионов рублей для развития индустриального парка, для новых резидентов, для предпринимателей, которые хотят реализовать свои идеи в реальные проекты. Убрать с пути бизнеса административные барьеры должна помочь регуляторная гильотина, которая отменяет устаревшие акты. Здоровый деловой климат привлечет в регионы крупных инвесторов. Субтитры создавал DimaTorzok